всем привет с вами надежда черная и сегодня лига мечтателей колыбельная ведьма это девятая серия первого сезона и я напоминаю про свой telegram про пусти так что везде подписывайтесь заходите не забывайте также лайкнуть это видео написать что-то хорошее в комментариях но мы не будем тянуть поехали книга 1 глава 9 маски стараясь признанием заглушить голос грешной совести он вел нечистую игру впадал в новый грех и заново ощущал стыд не испытывая того временного облегчения какой бывает у человека которому удалось себя обмануть главное чтобы вы поняли проклятие лучше форма людской злости и для их проявления достаточно одной лишь мысли я закрыла книгу которую цитировала почти всю лекцию на тиснение обложки переливалась серебром имя александр кроу спасибо что заставлял учить весь труд наизусть папы никогда бы не подумала что буду благодарить его за это на сегодня все спасибо ли она не уверенно подняла руку эстер можно задать вопрос конечно вы не знаете куда отправилась ректор сантора это не наше дело но многие члены члены высшей ложек овина покинули венецию вот мы и девушка замялась и договорил за нее далмар мы хотели узнать не связано ли это с убийствами и есть ли повод для беспокойства конечно связано триумвир от ковина и его другие влиятельные члены число которое входило с андора покинули венецию на следующий день после похорон тадеуша мне как и другим профессорам сообщили официальную версию вне очередной совет по вопросам благополучия но конечно именно поэтому его проводят в тайном месте которое не раскрыли никому кроме участников и вен отправилась туда сантора чтобы ее личный секретарь мог остаться в академии и сохранить хоть какое-то подобие порядка в отсутствии ректора джавани тоже уехал что изрядно удивляло мне кажется джавани просто секретом но я помнила о том что он был на ужине антонионе и собственных догадках про его возможное высокое положение в обществе простых людей даже если он не входит в ложу ковина официально его могли позвать как представителя знати или еще по какой-то причине отъезд ворона стал облегчением как смотреть ему в глаза после того как после того безумства об этом не категорически не хотелось думать нужно рассказать ему про часы с тессеры про то что виновный где-то поблизости верховного ведьмаку тоже неплохо было бы поведать о сделке которую входила помощь мне день приема в доме до сантис на который мы должны были пойти с ведьмаком уже подошел а я даже не знаю прибудет ли ворон к вечеру или мне придется идти одной вежливое покашливание вернула меня в реальность вы в порядке и я тряхнула головой что они могли напридумывать из-за моего молчания как профессор академии официальное лицо я должна была придерживаться версии о совете по вопросам благополучия но они тоже были ведущими предупрежден значит вооружен или нет сообщить студентам свои истинные мысли о совете повторить официальную версию уйти от ответа студентам истинно и я не знаю ну с другой стороны мы с ними сблизились и они и так сами по себе какие-то слухи распространяют поэтому можно в принципе и о каких-то своих мыслях сказать может быть частично студенты продолжали выжидающий смотреть на меня не не имеют права знать решение было тяжелым возможно ему еще предстояло укнуться в будущем но пока я могла защитить своих подопечных только искренностью как и вы я сомневаюсь что официальная версия причинах совета правдива желт контент неожиданно думали я скажу нечто иное но вы же профессор всего неделю если вам нельзя говорить то мы пойдем поздно уже я начала но прежде чем я что-то еще скажу вы должны пообещаешь не делать никаких необдуманных поступках разумеется все поняли что я напоминала о палаце конторини если вам все же придет в голову некая безумная мысль то хотя бы поговорите сначала со мной конечно разумеется остальные студенты просто кивнули хорошо как вы знаете венеции происходит убийство обвиняют у них таких как мы ситуация накаляется ежегодные переговоры ковина и ордена состоятся только через несколько месяцев до этого момента общение официальных лиц церкви и ведущих почти невозможно что ставит нас всех в уязвимое положение я уверена что обсуждение дальнейшей политики вопросов безопасности это именно то зачем был собран совет кован ковина от того и место тайное чтобы такое скопление сильных ведущих никак не саботировали ли она повернулась ко мне с выражением искреннего любопытства даже вы не знаете где проводят совет конечно нет я не член ковина мне кажется или вы опаздываете на следующую лекцию студенты встрепенулись почти синхронно проверяя карманные часы пола убьет нас значит субботу они завершают спортивными занятиями если поторопитесь возможно избежите лишних кругов бега вокруг академии после этих слов студентов как ветром сдул из аудитории даже далмар обычно степенно вышагивающий перешел на бег а а ведь они тоже подозреваемые фамильяр появился прямо у меня перед носом марс нельзя так пугать прости просто хотел напомнить тебе поменьше болтать стенах академии да и вообще венеции они тоже подозреваемые я ведь даже не подумала об этом подумала-подумала просто не отдала себя в этом отчета представить любого из студентов убийцы у меня не выходило как бы я ни старалась к тому же если связывать все что происходило с памфлетами распространение которых началось пять лет назад их еще в академии не было к сожалению ты сама знаешь что это не точная гарантия знаю за последние дни я слишком много думала обо всех кто был в академии в день похорон тази обо всех кто мог быть замешан в убийствах и я так больше не могу подозревать тех кто был так близко было невыносимо мне нужна была передышка думаешь ворон успеет вернуться к приему десантис не знаю надеюсь что да нам есть что обсудить насколько я помню ты хотел посетить салон одежды перед тем как перед таким аристократическим событием знать бы еще что покупать официальное приглашение с регламентом одежды мне так никто и не передал значит просто купишь самое красивое платье главное наконец-то не забыть поменять фунты войдя в комнату я споткнулась о конверт который просунули под дверь на нем красовалась уже знакомая сургучная печать с вороном последний раз в таком же письме мне были переданы и соболезнования смерти брата надеюсь сейчас это просто приглашение на бал поняв конверт я аккуратно разломала печать так письма ворона открыть и зачитала текст слух профессор кроу спешу напомнить вам об осеннем балле в доме до сантис сегодня вечером как оказалось патриче любит классику поэтому бал объявлен маскарадом о да 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 моя ведьма пойдет плясать раз чудесной маски нет ворон обещал что там будет некто способны рассказать про ритуалы пляски подождут фамильяр проигнорировал мои слова продолжая умиляться ипотетическим танцам а я до конца дочитала послание конверте вы найдете портальное кольцо на одно использование которое перенесет вас к поместью дожа портал это же так дорого и бессмысленно я могла бы добраться сама однако следующая строка все объяснила мне бы очень не хотелось чтобы вы передвигались по венеции сомнительных дилижансах отчасти вы сами дали повод для такой опеки и как благородный ведьмак и я проявлю всю галантность на которую способен каждом слове сквозила насмешка он имеет виду поцелуй разумеется глупая глупо эстер о чем-то думала как ты могла ок ведьма где там насмешку увидела пожалуйста марс не сейчас сомнительные дилижансы были более чем прозрачным намеком на мои поездки с ричардом я достала из конверта простой серебряное колечко с нажимным сапфиром портальное кольцо смотреться от него ощутимо вела магии переноса завершалась письмо ворона очень просто я встречу вас там в 9 вечера надеюсь не затеряться среди других масок он пошутил ох ведьма что ж он все-таки будет на приеме я убрала письмо в шкафчик где я уже лежала новая записка от ричарда благотера который он прислал на следующий день после похорон она начиналась кратких соболезнований следом инквизитор уверил меня что он помнит об обещании ответить на вопросы но пока не может предложить времени для встречи завершалось послание сведениями об адриане который пришел в себя но пока остался в ордене под защитой когда он писал эту записку у него дрожала рука я поняла это по резким линиям букв разительно отличавшихся от его предыдущего письма ну так он там выпускал дух так скажем теории о причинах подобного у меня пока не было бросай думать тебе еще платье с маской покупать а время не стоит на месте надо проверить вдруг вивен тоже вернулась а зачем нам вивен только если что-нибудь узнать ладно может как-то по сюжету повлияет давайте зачем она лучше всех разбирается в моде я не помню чтобы я хоть раз посещала салоны в венеции без не от воспоминания наших совместных прогулках на сердце стало немного легче вам дорого совместная прошла с пиви тебя не смущает ее возможная причастность к убийствам у нее нет магии а все указывает на использование силы того же верно ну и если что во время прогулки ты сможешь ее раз говорить она не причастна не может быть вив я действительно не могла подозревать мы столько лет были подругами она она не была способна на зло взяв фунты для обмена я направилась комнате вивен она жила на один этаж ниже стыла мне постучать и за двери раздался звук поспешных шагов здравствуй дорогая девушка выглядела румяной и отчетливо пахла маслами для ванн давно вернулась где-то час назад сначала отдала сантора все записи что уделал на совете а потом сразу побежала ванны нам даже не предоставили нормальные покоя в этом жутком и вена открыла рот пытаясь договорить но не смогла произнести не звука ой забыла на нас наложили заклинания сокрытия мне не удастся разболтать ничего про совет даже если захочу судя по всему не зря наложили я не так уж часто болтаю не по делу я хотел попросить тебя сходи со мной салон заплатим для одного балла ну ты наверное устала на лице девушки одно за другим сменились выражение удивления негодования и наконец радости заплатим на бал и ты хочешь чтобы я после такого осталось отдыхать нет конечно не хочешь пойдем вивен выскочил в коридор захлопывает дверь комнату хватив меня за руку она понеслась по коридору мода движитель мадемуазель да и о каких бы то ни было подозрениях я тогда не думала мне так нравилось чувствую ностальгии которая вызывала перспектива совместного свиф похода за нарядами погода снова удивляла ноябрь даже в италии редко бывал настолько теплым и солнечным обменяв фунты на лиры я наконец смогла позволить себе покупки хотя в последние дни мне было не до них по дороге до салона вин вытянула из меня подробности про маскарад осенний бал у десантис это же одно из самых ожидаемых мероприятий года то всегда творится что-то интересное каком смысле интересное вив выразительно подвигала бровями скандалы от юльтеры признание всех сортов мне не грозит лицо подруги тут же стало серьезным я видела газету про тебя и инквизитора это правда то что мы оба пыли на ужине антонионе правда то что блэк отор испытывает сочувствие к ведущим ложь я знаю что такое газеты но лучше все-таки было спросить я постаралась как можно скорее сменить тему что ты знаешь про дожат десантис именно задумчивая накрутила локон на палец про него знаю не очень много скрытный неприлично богатый его предки входили в совет дожи много поколений подряд его супруга другое дело я вся обратилась слух потричья родом из сиены поговаривают что ее семья связана неким родством с княжеским родом бургеза но особо громкими титулами или богатствами никогда не славилась брак патричи с альвиза десантис вызвал когда-то настоящий скандал в обществе потому что она была недостаточно знатной а вот и нет дело в том что ее роду подозрительно часто рождались ведущие я мельком слышала слухи о ее лояльности к магии значит причина в семье вен понизила голос не только у нее был любовник ведущий много лет подряд супруг знал об этом но ничего против ними я вижу твой взгляд не осуждает у чего не знаешь альвиза сам имела любовниц при этом оставаясь соратником и другом патричи к сожалению даже дож не смог помочь ее любовнику спастись от казни в подземельях ордена его казнили за что вив коротко пожала плечами и с грустью взглянула на солнце самая распространенная версия нанесения вреда простому человеку с помощью магии но уходят слухи что на закрытом суде патричи десантис давал показания о случайном выплеске силы к сожалению сильные эмоции могут такое спровоцировать я вспомнила как сама едва справлялась магией в крипте академии впервые увидев тело тади кто знает что там на самом деле произошло но с тех пор сеньора десантис всячески поддерживала ведущих официальными заявлениями приглашением на прием наши с вороном приглашение обретает новые оттенки вы взяли вивен собой и узнали новую информацию вот и все что я могу рассказать про семью десантис детей кстати у них нет как думаешь был бы мир добрее без магии спасибо я вот кстати если на первый вопрос отвечать думаю что если нет магии то людям все равно они будут искать другие изъяны чтобы кого-то понизить кого-то превысить поэтому тут дело далеко не в магии а в отношении людей давайте выберем спасибо вив девушка кивнула надо поторопиться я давно не заглядывала в салон мадам башан но уверена что она нас не забыла салоне с очевидным названием башан всегда было светло и пахло розовым маслом стопки тканей матки лент бесчисленные вариации каши корсетов все это придавало ощущение эстетического хаоса добрый день добрый добрый взрослая дама в элегантном платье вышла из-за стойки с тех пор как я видела ее в последний раз она ни капли не изменилась разве что серебристых прядей в темных волосах стало чуть больше что я могу вам предложить женщина внимательно гляделась мое лицо и широко улыбнулась ах эстер ну это моя дорогая она перила взгляд на вивиан вивиан ты давно не заходила ко мне были сложные времена простите молю меня женщина понимающая покивала и чуть повысив голос сообщила о нашем визите кому-то за дверью для персонала вивиан и эстер пришли если тебе нужны были ведущие то эти леди просто прелесть в ответ послышался низкий женский голос спроси смогут ли они починить мне швейную машинку это новая дрянь отказывается работать мы с вив удивленно переглянулись и подруга пожала плечами показывая что разбираться с этим в любом случае предстоит мне так я могу взглянуть на машинку ну давайте уж какой-то нам нам будет плюсик от этого да спасибо моя дорогая меня проводили в комнату швея где довольно быстро разобралась с поломкой простым бытовым заклинанием швея прокричала мне вслед слова благодарности до хранит вас первозданный ну или в кого вы то верите в общем спасибо вернувшись зал для клиентов я поймала на себе внимательный взгляд мадам башан не не зря лорнеза говорила что магия дыхание мира лорнеза лицо женщины приняло скорбное выражение одна очень хорошая женщина которая на днях была убита это если помните это девушка которую мы спасли в подворотне лорнеза эстер это ведь та женщина которую ты привела в уголок данте я коротко кивнула вот так вы были знакомы не ожидала она ведь о ее роде деятельности мне было известно башан кивнула задумчиво поджав губы жаль и даже клиент ведущий не помог о чем вы женщина махнула рукой мир слухами полнится лорнеза часто заказывал у меня белье а я люблю слушать новости про своих клиентов вот и узнала что в последнее время к ней зачастил какой-то ведущий с которым они давно были знакомы он теперь главные подозреваемые в его и и убийстве но не имени не примет никто дать не может новая дата зацепочка клубок тайн становится все больше совсем недавно я вспоминала встречу с лорнезой связывала ее смерть с лояльностью к ведущим как и случай с патричи и десантис что если куртизанка познакомилась с тем ведущим в уголке данте и действительно ли он убийца я не могла понять зачем кому-то наделенному магией было подставлять свои же зачем было давать повод ордену для новых гонений вы узнали цену информацию от раздумий меня оторвала мадам башан что-то я заболталась что я могу предложить и своих творений эстер нуждается в чем-то особенным для бала маскарада я окинула подтверждая слова подруги тогда вы пришли в правильное место мадам башан вынесла три платья поблагодарив ее я приступила примерки он тут королева ночи сразу красивая следа бордже ну ну конечно первое лучше всех да давайте даже потратимся в одно из платьев я влюбилась с первого взгляда льющиеся ткани пышная юбка звезды полмесяца ночная тьма этим платьем я особо горжусь у него даже есть название королева ночи как царица ночи моцарта женщина кивнула она идеально тебе подходит абсолютно согласна ты великолепна в этом платье спасибо определившись с платьем я с непривычным детским восторгом взглянула на маске уникальная маска венецианская маска мне кстати нравится венецианская маска школьненькая и обычная но единственный из естественно она сюда не подходит правильно давайте возьмем ту которая подходит выбрав ту что подходила особенно хорошо я покрутилась перед зеркалом сделай сразу прическу чтобы увидеть полный образ мадам башан вы не будете против если я использую магию конечно нет твари благодарю так прическа ведьмы бордо светлые черные я принципе часто ей покупали бы бордо либо рыжие но здесь мне кажется больше рыжие подходит если выбирать между бордо и рыжие хоть плане очка тоже не чуток такие бигудюшки она давайте возьмем рыженькую удовлетворившись образом я оплатила покупки ты сделала хороший выбор мадам башан настоящая волшебница хозяйка салона сделала мне внушительную скидку и пожелала всего самого лучшего лучшего на французский манер и пусть платье принесет тебе только желанные поцелуи это спойлер после такого после того как я переоделась обратно свою одежду мы с виви покинули гостеприимное место котором как оказалось провели больше времени чем планировали я уже совсем скоро и уже совсем скоро мне предстояло воспользоваться портальным кольцом города ну и вообще использовать портал хотя бы безопасненько мало там кто может перехватить и прочее по возвращении в академию я снова облачилась купленные наряды маску вины взяла с меня обещание рассказать обо всех сплетнях после бала и ушла к сантору портальное кольцо дождалось своего часа и через мгновение после нажатия на сапфир я уже пыталась справиться с головокружением саду у роскошного поместья какая красота вы можете вернуть макияж в гардеробе согласен что-то даже не заметила про макияжик давайте вернем десятки гостей маскарадных костюмах прибывали к поместью даже лаки освещавшие сад факелами были в масках леди кроу я вздрогнула резко оборачиваясь ворон окинул меня внимательным взглядом вы чудесно выглядите первое что я хотел сделать это извиниться перед ведьмаком за свой порыв кажется не здесь не здесь надо это делать поцелуй поцелуй эстер называй вещи своими именами однако не успела произнести ни слова мужчина поднял голову смотря мне за спину дождь это большая честь для нас ворон поклонился и я быстро развернулась почти сразу опускаясь в реверансе полно вам кланяться вы спасли нагорессу от того поклоны следует отвешивать мне нагоресса жена дожа надеюсь синьора в добром здравии дож пожилой мужчина с очень хитрым взглядом посмотрел на меня в добром но бал не посетит ради ее же безопасности ворон коротко кивну мудрое решение если по три чей тут не будет то кто же поможет нам встретиться с людьми знающими что-то о ритуалах ответы получила довольно быстро не думайте что я забыл о более существенной благодарности чем приглашение на бал верховный ведьмак воронеда слышно размеялся вы никогда и ничего не забывайте альвиза интересная фамилиарность на дождь ухмыльнулся и экспрессивно смахнул руками как мы договаривались я навел справки об интересующих вас вопросах сегодня в зале будут присутствовать три маски каждый из них знает то что неведомо другим к сожалению я в силу положения не могу допытываться об истине ни одной из них но вы другое дело правда я думаю что лишь одна из масок заговорить с вами рассказать вам лишь они или обо всех трех обо всех но слушайте давайте наверно обо всех я думаю как-то по сюжету более полно будет хотя бы всех едва твою только произнеся слова я стыдливо опустила глаза так говорить с дожим который к тому же явно обращался не ко мне было верхом бездакности прошу простей за дерзость страшно спех мужчина лишь хрипло рассмеялся что в леди я ценю вашу страсть по знанию обо всех так обо всех думаю две из них будут мне знакомы наверняка первая маска вольта с золотыми трещинами аквальта самая нейтральная венецианская маска повторяющие черты лица человека ее всегда надевает верховный первосвященник франциск днр а глава ордена сегодня будет здесь не просто будет он уже прибыл и я поприветствовал его по всем правилам почему-то я всегда думала что маскарада должны осуждаться первозданными не венеции леди венеции все любят наряжаться праздники вообще понятно я огляделась удивляясь как свободно говорил дождь присутствие других гостей все нормально проследив за моим взглядом он понимающий улыбнуться не беспокойтесь я пониже голос когда это будет необходим ворон на удивление не становился предметом пристального внимания наверное дело в том что на таких приемах он часто присутствует тем временем альвиза продолжил свой рассказ франциск днр а разумеется знает многое возможно даже ответы на ваши вопросы но с верховным ведьмаком он не будет договорить до переговоров о вас леди к нему даже не подпустят с изумруда да очевидно поэтому переходим ко второй маске баута синий тесьмой по краю баута маска высших сословий ассоциируется с анонимностью хоть она и означает анонимность ее владелец всем прекрасно известен это святой отец бартоломью глава собора святого марка который впрочем мог стать инквизитором или даже верховным первосвященником но предпочел остаться в тени или действует тайна до истине тоже может быть если верить моим сведениям марта ломью стать он первосвященником станем первосвященником кастры с ведьмами разгорелись бы в тот же миг ворон уверенно произнес к этой маске мы не приблизимся разумно хотя досадно он близок с франциску и посвящен вам многие дела ордена но ведущим действительно лучше держаться подальше от него на самом деле мне было любопытно увидеть марта ломью о котором ходила столько страшных слухов но не настолько чтобы по своей воле приближаться к маске баута синий тесьмой узнали информацию о важных лицах ордена как я и сказал и эти маски знают многое но вам ничего не скажут поэтому перейдем главному третья маска скором уж в черные треуголки и черном плаще маска скоромуша или скоромуча отсылает к персонажу комедии дель арта так я не уверена взглянула на гостей такие маски не были редкостью как и треуголки с плащами если у нее какие-то отличительные черты по которым можно отыскать нужного человека скором уж сам вас найдет ворон скрестил руки на груди уж не тот ли это соглядатый которого одновременно ненавидит и боготворит совет дожей альвиза легко пожал плечами мы не спит не испытываем к нему ненависти скорее опасаемся этому человеку уже много лет удается сохранять анонимность и при этом раскапывать надежно похороненные тайны венеция слишком маленький город чтобы такое было возможно и тем не менее это так я оставил ему послание в тайном месте куда приходят все кому нужна помощь скоромуша мы вступили в переписку и он согласился встретиться с леди чтобы рассказать все что ему известно про ваш вопрос только следит леди то будет на расхват этой ночи голос ворона оставался ровным альвиза развел руками увы да он сделал на этом акцент этому не бывать почему я могу с ним встретиться нет боитесь если со мной что-то случится ваша сделка пострадает каюсь не сдержалась но внезапная пека ворона после его признания о неком договоре казалось мне издевкой да если вам так хочется думать альвиза ставший свидетелем наши краткой перепалки совсем не аристократично присвистнул какие страсти простите хочу успокоить его сверху на ведьмак встреча со скоромушем абсолютно безопасно этот человек не обрел бы эту репутацию что имеет сейчас если бы еще на этапе переговоров с его клиентами происходило нечто плохое леди даже не нужно будет выискивать его лишь наслаждаться балом скоро муж сам ее найдет не уводя из людного места ворон замер темноте уже опустившийся на венецию нельзя было разглядеть его глаза под маской но я видела тонкие полосы темной магии клубившиеся возле лица я впервые слышала как ворон ругался его шепот был настолько тихим что альвиза казалось даже ничего не заметил мне тоже не удалось разобрать что именно сказал ведьмак но посыл был ясен что-то случилось мужчина коротко качнул головы мое присутствие необходимо в коины сейчас дождь вы сможете гарантировать леди кровь защиту мое отсутствие разумеется я вернусь еще до завершения балла постойте ворон сделал шаг ко мне склоняясь ближе не пытайтесь говорить ни с какими масками мое отсутствие звучит как вызов или по крайней мере убедитесь что это действительно безопасно тогда какой смысл моем присутствии в ответ ворон промолчал его уже начала полностью окутывать тьма магию соткана из мрачного дыма нить коснулась моего лица я услышала голос ворона в собственных мыслях доживите до полуночи я планирую пригласить вас на танец если конечно вы не найдете другую маску для поцелуя ведьмак растворился во тьме ничуть не смущаясь гостей в саду благо магия не вредившая простым людям запрещена не было он планирует пригласить меня на танец другая маска для поцелуя это что вообще было ты думаешь что хочешь а мне все нравится чисто фандом лица кота предатель вспомнив о присутствии дожи я почувствовала прилипший к щекам жар прилипший к щекам жар последних слов ворона он конечно не мог слышать но мне все равно стало стыдно благодарю за гостеприимство и вам совершенно не нужно выполнять просьбу верховного ведьмака я прекрасно справлюсь присутствием на балу сама на каждое мое слово дождь смешкой кивал конечно справитесь леди молодость волшебное время когда можно совершать подвиги и глупости или это и другое проходите в зал и наслаждайтесь балом леди с этими словами альвиза де сантис отошел у другим гостям отправляемся на поиски с карамуша конечно видимо во мне запоздала проснулся дух противоречия или желание независимости но запрет ворона его последние слова подстегивали меня на поиски приключений больше чем что-либо другое ну да звучит как вызов принципе так и было шагнув в больный зал я на секунду забыла о своей цели красиво я никогда не была на настоящем балу а осеннее празднование в поместье де сантис и явно было чем-то особенным не меньше десятка люстр освещала большой зал с галереей гости в роскошных маскарадных костюмах кружились на начищенном до блеска полу музыка звучала пронзительно и маняще почему я плачу тихий голос фамильяра проник мысли ты в детстве любила читать сказки я вижу да это похоже на них не так ли я действительно на мгновение почувствовала себя героиней волшебной книги не хватало лишь принца который появился бы из ниоткуда окинул меня восторженным взглядом и протянул руку приглашая на танец ах мечты просто дай им стать реальностью слова фамильяра отрезвили меня я здесь не за этим рассудив что искать таинственного шпиона скоро муша стоила вдали от танцующих я направилась кулуаром кулуары коридоре вдоль больных или театролизов которых часто решались требовавшие тишины дела разумно ли это мы в поместье тоже думаю тут о безопасности можно беспокоиться чуть меньше чем в любом другом месте по пути через зал я заметила множество скором уши у кого-то были черные треуголки но не было плащей другие были закутанные в черное но оставались не покрыты головы и никто из них не делал попыток приблизиться ко мне шокированная красотой бала я не сразу ощутила привычную тревогу но оказавшись более на пол заполненной людьми части зала схватилась за начавшую зудеть шею все-таки в кулуары мне нужно выйти неприличным для леди быстрым шагом я направилась к дверям за портьерами ненавижу толпу оказавшись в одном из пустых коридоров и облегчено вздохнула и следующий же момент услышала шорох за спиной он подошел бесшумно шорох видимо издал подол рясы который святой отец не сменил даже для бала опять он сосредоточившись на одеянии я слишком поздно подняла взгляд к лицу мужчины точнее к маске добрый вечер эстер крово тут она криповая маска холод светлый глаз был заметен даже через прорези маски баута с синей тесьмой по краю баута синяя тесьма нет святой отец бартоломи губы произнесли слова с трудом священник задумчиво склонил голову почему-то я был уверен что вы знали кто я и хотели поглумиться не отрицает геката он и есть бартоломио глупо было надеяться что удача повернется ко мне каким-то другим боком кроме самого темного конечно единственного священника первозданного с которыми я говорила должны были звать бартоломио случайности не случайны и разумеется он обязан был оказаться тем кто призывал сжигать ведущих так вы не знали мне хватило сил лишь кочной головой бартоломио моя фамилия газетчики уж больно ее любят я же предпочитаю чтобы ко мне обращались отец дарио или брейд я медленно шагнула в сторону чтобы пойти священника дарио простите я должна идти прохладная рука которая принесла мне облегчение в церкви после падения теперь до боли сжала мое запястье отпустите отпущу после того как вы ответите на вопрос какой вопрос что вы делали в соборе первозданного мужчина не отпускал мою руку и не шевелился ожидая ответа но последний раз вы сами сказали меня принесли гондольеры в первый раз я пришла туда с девушкой которая верует в то же что и вы это было случайностью и вы хотите чтобы я вам поверил очевидная насмешка прозвучавшая в голосе мужчины стала последней каплей я дернулась сились вырвать руку из ватки отпустите следующий миг и ощутила холодный камень ощутила холод каменной стены который меня рывком впечатал священник отвечая ведьма что-то искала в его обители ярость которую я ни разу не слышала из уст этого мужчины было ужасающей все истории про жестокость и непримиримость бартоломью в миг обрели краски стали моей реальностью маска баута упала с его лица на пол и сдав глухой стук использовать магию вообще использовать магию на людях вроде бы нельзя ладно давайте мы возьмем улучшение последнее он не имеет права нападать на меня я не собиралась давать бартоломью поводов для новых обвинений ведущих я не собиралась сдаваться и мне надоел страх я сказала вам правду отец дарю как вам там нравится чтобы вас называть мне удалось говорить ровно если вам нужен повод обвинить меня в чем-то то поищите его в другом месте не прикасаясь ко мне только договорив я поняла насколько близко был мужчина ледяные глаза прожигали а дыхание оказалось касалось лба мне больше нравился страх на вашем лице неужели святой отец вам что-то могло понравиться ведьме это было безумием я ожидала что он ударит меня попытается задушить ожидала чего угодно но немедленно пугающего приближения к моему лицу что вы делаете крылья носа мужчины дрогнули он вдыхал мой запах я пытаюсь понять вдруг вы правы нет геката нет я не хотела быть правы это просто слова мужчина усмехнулся сильнее вжимая меня в стену вот и страх вернулся но знаете мне больше понравилась и ярость я со странным неестественным спокойствием поняла что священник святой отец собирался меня поцеловать его губы были в миллиметре от моих но не это было самым страшным ведь я могла отвернуться фамильяр моих мыслях молчал не нужно было чтобы он молчал потому что я не стала отворачиваться не поцелуй да да что происходит руки прижимавшие меня к стене разжались и я сползла вниз на дрожащих ногах голос ричарда облакоттера показался самым прекрасным звуком на свете ведь он избавил меня от безумия я посмотрела на него надеюсь что он поймет поможет мне казалось что инквизитор был благородным человеком по крайней мере он снова пришел вовремя вас ожидает его святейшество бартоломе спокойно повернулся к ричарду словно ничего и не произошло я подойду к нему как только освобожусь он махнул рукой и показывала ричарду обратный обратно на дверь за только не уходи боюсь что он ожидает вас прямо сейчас так ему же нельзя палиться то тоже ведь палка двух концов священник усмехнулся а правда ли он меня ждет или твоя исповедь имела более греховный подтекст я бы не стал вам лугать разумеется сегодня мне никто не лжет когда священник протянул руку в мою сторону на рукаве его одеяния замкнулись пальцы ричарда могут поделить взгляды которыми обменялись мужчины стоявшие надо мной были пугающими до дрожи вас ожидает его святейшество я тебя понял ричард бартоломе взглянул на меня а с вами мы еще встретимся эстер кроу никогда я не сдержала злого шипения ответом не стал тихий смех святого отца покинувшего луары я позволила себе еще мгновение посидеть на полу что это было вот и мне хотелось бы это знать крик фамильяра раздался мыслях почему ты молчал не ты был нужен мне чего где этот ирод сутане ты ничего не видел ты заблокировала меня выкинул из мыслей я не мог достучаться ничего подобного я не ох я вспомнила что подумала про фамильяра за несколько мгновений до этого как священник приблизился к моему лицу фамильяр в моих мыслях молчал не нужно было чтобы он молчал могло ли это стать толчком вот зарычал вот после этого ты оборвала связь знаешь следующий раз можешь просто попросить меня временно уйти а не вышвыривать прости моргнув я поняла что уже несколько секунд передо мной была протянутая рука в черной перчатке вставайте леди кроу сюда могут зайти все еще находясь запоздалом шоке я неуверенно взяла протянутую руку инквизитор помог мне стать на ноги спасибо я не знала что еще можно было сказать я просто была искренне благодарна ричарду за спасение ведь именно это оно и было вы в порядке нет справлюсь это не ваше дело нет то тоже вот еще еще больше даже стоит нет давайте ладно руки инквизитора в черных перчатках дрогнули могу я пригласить вас на танец вовремя что когда-то мне нравились уроки танцев они помогали о многом забывать может это поможет его что ричард шагнул ко мне протягивая руку мне показалось что в уголке его губ мелькнула тень улыбки или кроу потанцуете со мной я коснулась его ладони здесь нет здесь почти не слышно музыки ричард аккуратно потянул меня к двери обратно в зал я шла как во сне не понимаю куда наступала не осознавая что в зале будет толпа людей что священник увидит нашу пару прикосновение к перчатке инквизитора дарила мне удивительное и рациональное чувство спокойствия больный зал по-прежнему выглядел сказочно и теперь я чувствовала себя частью этой сказки спасение было принц есть кто бы мог подумать что я буду думать так об инквизиторе ордена смотрю и дышусь даже фигура святого отца мрачно стоявшая на галерее меня не волновало нам и место освободили голос ричарда звучал слишком спокойно особенно если учесть что при виде нас гость гости балла разошлись образовывая полукруг это эстер кроу из газеты снова с инквизитором шепотки донеслись до со всех сторон у вас из-за меня будут проблемы я шепотом попыталась воззвать голосу разума ричарда его рука жала мои пальцы немного крепче разве я выгляжу как человек которого это волнует не слух я не сказала ничего просто не могла вторая ладонь инквизитора скользнула мне наталью в зале играл вальс уже давно переставший быть скандальным танцем первый шаг который меня повел партнер стал магическим потому что он перенес нас на странице книг которые я так любила почему вы пригласили меня на танец рискуя репутацией рискуя навлечь к днев ордена вам было плохо так поступил бы любой порядочный мужчина я знала что это не так порядочный мужчина предложил бы ненужную нюхательную соль или платок и только инквизитор подарил мне мечту от танца на балу в тот момент я была в него влюблена мы кружились одни среди злых слов связанных сказанных из толпы под тяжелым взглядом Дарио Мортоловь возможно даже под взглядом его святейшества Франциско Денера а все о чем я могла думать были рука Ричарда касавшиеся меня мне кажется вот Ричард на Кате здесь не очень похож на модельку ладно душню душню музыка закончилась слишком быстро ваши отношения с Ричардом значительно улучшились благодарю вас за танец мужчина поклонился спасибо я опустилась в реверансе и только тогда заметила болезненный румянец на щеках инквизитора он странно прижимал руки к бокам и даже из поклона выпрямился с трудом с вами все хорошо прошу меня простить а оставайтесь на виду не ходите в одиночестве с этими словами Ричард немного пошатываясь зашагал прочь следя за ним я наткнулась взглядом на маску с длинным носом черная треуголка и плащ тоже были на незнакомца заметив что я обратила на него внимание он изящно махнул рукой в сторону дверей сада Скоромуж после произошедшего в кулуарах меня совсем не прельщала перспектива куда-то следовать за незнакомцем однако кивок Дора Альвиза адресованный мне через весь зал подтвердил что это был именно тот Скоромуж о котором он говорил если что у меня есть магия и мне не важно сожгут меня за ее использование в целых самобороны или нет решившись я направилась за маской Скоромужа гостей в садах уже не было только неизменные лаки продолжали освещать его факелами я увидела фигуру в треуголке мелькнувшую в отдалении и последовал за ней совсем неподозрительно ладно Скоромуж остановился в уединенной части сада спиной ко мне добрый вечер добрый ли это зависит от того какой информации вы поделитесь и что попросите взамен из под маски голос незнакомца звучал наигранных рипло как его смех за сегодняшние ответы ты со мной уже любезно расплатился дож в таком случае я вас внимательно слушаю вы пытаетесь найти правду об убийствах а также некой силе которая способна лишать магии вот так сразу он и про лишение магии знает Скоромуж усмехнулся не удивляйтесь знаю чужие тайны моя работа и что же вам известно у франциско днр есть некий документ в нем как раз упоминается возможность массово лишать ведущих сил откуда вы знаете мужчина пожал плечами мне на днях довелось побывать в ордене к сожалению я увидел тот документ лишь мельком и вынужден был ретироваться для более ясных выводов или даже обвинений тут уж как вам будет угодно нужно прочесть его полностью и вы на это способны? не в Венеции здесь личная документация франциско охраняется слишком тщательно и второй раз мой фокус не сработает тогда в чем смысл этой информации? незнакомец сделал шаг ближе и я с трудом заставила себя не отшатнуться его святейшество не расстается со своими документами даже во время поездок за пределы Венеции совсем скоро он должен отправиться в одно очень длительное путешествие а за пределами нашего солнечного края его тайнам подобраться будет намного проще куда он поедет когда мужчина молчал одно долгое мгновение мне показалось он решался на что-то я пришлю вам записку о месте его назначения и времени отбытия вы не можете просто сказать сейчас разумеется нет я должен быть уверен в своих словах иначе зачем нужен скоромуж для комедийных постановок леди вы ранили меня в самое сердце мужчина театрально прижал руку к груди но оно защищено толстым слоем пыли и не позволит мне разболтать лишнее ждите письма короткий хлопок и удеенный угол сада обволок дым с довольно резким запахом я закашлялась прикрывая глаза а когда вновь осмотрела сад скоромуж уже исчез царя да у него еще и трюки театральные кто же он скоромуж остается для вас загадкой вернувшись в больный зал я сразу видела ворона ведьмак уверенными шагами двигался к дожу альвиза но встретившись со мной взглядом остановился он полночь когда я приблизилась к нему часы как раз начали бить полночь я поговорила со скоромужем вместо ответа мужчина просто протянул руку вспомнив о том что он планировал пригласить меня на танец полночь я мысленно усмехнулась и все же подавая ладонь ощутила трепет где-то под ребрами вы начали вы начали говорить так продолжайте я могу одновременно танцевать и слушать верхом на ведьмак нам обычно приглашают на танец а не ставят перед фактом вы против как же хочется сказать да на самом деле не хотелось ворон вывел меня в центр зала хочется просто повредничать да он уверенным движением коснулся моей спины сжал ладонь его мрачная властность заставляла другие пары держаться в стороне и создавала вокруг нас пустое пространство которому я была очень рада когда ведьмак повел меня в танцы я забыла обо всем что должна была ему сказать я давно не танцевал правда я думала вас часто приглашают на приемы это так но танцы оставались вне зоны моих интересов что изменилось теперь ничего тогда почему вы танцуете захотелось в голосе ведьмака отчетливо сквозило напряжение возможно это не мое дело но могу я узнать что потребовало вашего срочного присутствия в ковине ворон вздохнул опуская руки несколько пара были вынуждены отскочить в стороны чтобы не налететь на нас простите меня эстер все должно было быть немного иначе да что происходит ведьмак жестом пригласил меня отойти к краю зала вы не будете против поговорить в стенах академии конечно нет ворон кивну после краткого прощания с дожем мы вышли на улицу где мужчина тоже сводил меня за руку нас окружила его магия перемещая прямиком в гостиную профессоров профессоров с сначала говорите вы что-то грядет чувствую я я поведала обо всем что узнала от скоромуша мне наконец-то удалось рассказать о часах с острова тессера и о том что показалось зелье поиска хозяина ворон слушал не перебивая а понять по его позе хоть какие-то эмоции было невозможно о чем я намерена не стала говорить так это дарио стыд остатки страха и гнева просто не позволили это сделать вот и все я ожидал от ворона хоть какой-то реакции но мужчина просто молча продолжал смотреть куда-то мимо меня вы что-нибудь скажете ваш отец умирает сердце пропустил удар это не новость его болезнь запущена я это знаю ворон подошел ко мне и за локоть утянул к дивану заставляя сесть я получил от него сообщение около трех часов назад когда только покинул вас у него случился сильный приступ белогор уже там верховный ведьмак белогор мысли с трудом ворочались в голове и я задавал ужасно глупые вопросы да ему удалось стабилизировать состояние александра но это временная мера вам стоит как можно скорее посетить отца это папа сказал ворон отвернулся избегая моего взгляда он просил ничего вам не говорить почему чтобы не отвлекать от карьеры не видеть меня перед переходом в обитель триады почему ворону бесполезно было задавать этот вопрос ответ на него мог дать только александр кроу мне нужно взять отгул или отпуск впервые при мне ведьмак устал вздохнуть я решу эти вопросы с ректором сантору сам а вам утром предоставлю портал в англию не стоит не спорьте эстер я опустила взгляд на руки пальцы била мелкая дрожь а как же все что я рассказала что делать с этим убийца был в академии в день похорон тади надо его найти нужно дождаться письма скоромуша ворон одним рывком поднял меня на ноги заставляя прижаться лицом к его груди первым порывом было толкнуть мужчину но стоило ощутить его руки обнявшие меня как весь контроль полетел в гиену рыдания сотрясали тело папа не оставляй меня я хваталась за ворона как за последний оплот спокойствия на земле мужчина ничего не говорил он просто оставался рядом позволяя испортить свой костюм слезами лишь когда рыдания по утихли ведьмак тихо произнес след убийцы в академии найти будет непросто если ему до сих пор удавалось скрываться но ваш новый знакомый скоромуш указал хороший путь для приближения к разгадке только письма его ждать уже не нужно хриплым от рыдания голоса мне удалось спросить почему потому что я уже знаю куда отправиться франциск как и я он прибудет на грядущие переговоры о сотрудничестве при имперском дворе александра 3 и боюсь что после встречи с отцом вы будете вынуждены ко мне присоединиться россия мне нужно будет отправиться в россию этого мы ждали страсти накаляются что я могу сказать всем спасибо кто досмотрел до этого момента напоминаю про телеграм про бусти кто хочет меня поддержать ну а я говорю вам до скорых встреч до новых серий а